Диспансеризация В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки напоминают, что родителям при рождении близнецов двух и более детей предоставляется единовременная выплата. За ее оформление одному из родителей нужно обратиться в МФЦ. Также заполнить необходимые документы можно на региональном портале госуслуги. Необходимым условием оформления выплаты является постоянная регистрация одного из родителей. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 333-52-28. Получение удостоверения ветерана боевых действий – один из основных вопросов, с которыми сегодня обращаются филиалы фонда «Защитники Отечества», рассказывают в телеграм-канале Красноглинского района. Как устроен процесс сопровождения ветеранов социальными координаторами, можно узнать из социальных карточек, опубликованных на странице телеграм-канала. Здесь же можно узнать контактные данные региональных филиалов фонда «Защитники Отечества». Администрация городского округа Самары информирует жителей и гостей города о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах, на водных объектах, в лесу, в местах массового пребывания людей и дома. Рассказывают в телеграм-канале промышленного района. И напоминают, что на территорию города действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности и отходов. В том числе на территориях организаций, приусадебных, садовых и дачных участках, непосредственно примыкающих к лесным насаждениям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова